Здравствуйте, друзья! С вами Леонора с программой «Послушайте женщину», в которой я, как социолог, психолог, честно, просто и по существу, рассказываю о явлениях, событиях и фактах, наиболее веянных мифами и стереотипами. Сегодня я буду говорить о том, почему люди почти в промышленных масштабах скупают гречку, рис, масло, сахар, какие мотивы и какие эпизоды психической активности заставляют людей так делать, потому что все, что мы делаем, это продиктованы какими-то системами и мотивами мозга. Сегодня мы будем разбираться с вами, зачем люди приходят на социальные площадки, скандально конфликтуя, выражают свое мнение очень агрессивно, навязывают его другим. Мы будем разбираться в этом явлении, для чего они это делают. Естественно, мы оснастимся навыками самопомощи психологической для того, чтобы вывести себя из высокого уровня тревожности, панической атаки, для того, чтобы вовремя отследить у себя тревожные, агрессивные, депрессивные состояния. Надеюсь, моя программа будет сегодня для вас полезна, эффективна, потому что я попыталась собрать самые работающие навыки из кризисной психологии. Моя миротворческая миссия, где я как психолог помогаю людям справиться с снигшими проблемами психики и через объяснение, доводя до вас, что с вами происходит, чтобы вы не пугались, не фрустрировались и еще больше не впадали в отчаяние и в тревогу. Мы стали свидетелями исторических тяжелых перемен и, к сожалению, как сказал классик, времена не выбирают, в них живут и умирают. Мы не можем сделать ничего, чтобы выпасть из контекста нашей реальной жизни. Что можем сделать мы? Мы можем не разрушиться об это тревожное, страшное время. Мы можем свою наработать психическую устойчивость, свой психический ресурс, чтобы самому выдержать те нагрузки, которые достаются нашей психике и помочь своим близким, друзьям и тем, кому требуется помощь. Люди спрашивают, зачем многие скупают в огромных масштабах гречку, туалетную бумагу, рис, бакалею. Для чего это делается? У этого же есть какое-то рациональное объяснение. Ну, в панике, конечно, рационализировать что-то сложно, но, тем не менее, вот этому ажиотажу есть, конечно же, объяснение. Заметьте, это делает в основном пожилое поколение, старшее поколение, которое уже переживало кризисы и постперестроечные, и доперестроечные. И у них сложились паттерны, такие формы, закрепленные поведения, которые им когда-то помогли выжить. И сейчас они воспроизводят те же самые формы поведения, которые, как им кажется, обезопасят их. Они, во-первых, в этой ажиотации снижают свою тревожность, создавая иллюзию контроля, что вот мы всего накупим, и нам намного хватит. А во-вторых, вот этот социально интересный феномен объясняет то мышление, которое когда-то им помогло, потому что люди, вот даже можно продифференцировать, скупающие туалетную бумагу, сразу понятно, что они пережили кризис 90-х, когда ее действительно не было, и с этим были большие проблемы. Люди, которые скупают гречку и сахар, они пережили кризисы советские, голодные эти кризисы. Почему именно гречку, тоже спрашивают наши подписчики, а не другую крупу. Гречка в советское время была очень дефицитным товаром. Она входила в спецзаказы, так называемые пайки для ветеранов, для силовых структур. Это был дефицит. Ну а сахар, сами понимаете, сладкая глюкоза, это короткий дофамин. Наш мозг очень любит сладкое, потому что это для него быстрая энергия, чтобы действовать нашему мозгу нужно сладкое. Вот заметьте, что делает скорая помощь, которая приезжает к пациенту с какой-нибудь панической атакой, с каким-то приступом. Сначала меряет давление и если видит, что это не сосудисто-сердечная патология, что это не какое-то соматическое расстройство, человек просто в панике, у него невротическое высокое напряжение, сразу скорая рекомендует выпить горячий, очень сладкий чай, в котором буквально 5-6 ложек сахара растворено. Зачем? Там есть глюкоза, там есть сахар, который даст мозгу короткий гормон радости дофамин, восстановит цепь нейромедиаторов работы мозга. И второе интересное объяснение, почему именно сладким запасаются люди, почему именно сахаром. Потому что сладкое и жирное это аналог материнского молока, это то, что человек получал при рождении как успокоение, как ресурс, который его напитывал. И рефлекторно люди понимают, что сладкое равно жизнь, потому что материнское молоко, оно жирное и очень сладкое. И вот это такое вот самоуспокоение. И люди, которые пережили, еще раз повторяю, вот эти кризисные моменты, у них срабатывают те рефлексы, те паттерны поведения, которые им помогали выжить. И поэтому вот делая эти запасы, мы решаем многие эволюционные задачи. Хотя сейчас мы понимаем, что целесообразности в этом никакой нет. Но так человек снижает свою тревогу и решает многие свои специфические психологические дефициты. Это первое, то, что я вам хотела рассказать. Второе, зачем люди идут в соцсети и агрессивно начинают проповедовать свою политическую позицию? Для чего они это делают? Мы можем сказать, ну как вот, им хочется поделиться с миром своими доктринами, своими политическими взглядами, заявить вообще о своей позиции. Но если мы рассмотрим этот феномен активного выражения, агрессивного выражения своей позиции, мы увидим там такой интересный психический феномен, который называется отыгрывание. Что он значит? У нас у всех есть бессознательно, независимо от нашей воли, вот эта нарциссическая ядерная часть нашей личности, которая требует, чтобы другие поняли, одобрили и где-то согласились с тем, что я лучший. И вот люди, приходящие на социальные площадки, активно говорящие, я знаю, агрессивно убеждающие, я лучше знаю, моя точка зрения правильная, примите ее. Вот они бессознательно обслуживают свою ядерную часть личности, признание в своем превосходстве. Ведь даже если их спросить, а зачем вы это делаете, они не обозначат вам истинный мотив, они сами его не понимают. Но при этом мы должны включать в свою осознанность то качество, о котором много сейчас говорится в психологии, для того, чтобы не навредить другим людям, запуская вот свою такую агрессивную, настойчивую позицию в сетях, сея раздор, сея конфликты. Потому что мы выплескиваем, эвакуируем на других свою позицию в агрессивной особенно форме. И люди заражаются психическим вирусом агрессии, тревоги, недовольства. И дальше по цепочке, как вирус распространяется, передают это другим в своих аккаунтах, а те в других аккаунтах. И это нарастает явление, как снежный ком. И вот этот эффект снежного кома остановить в наших силах, хотя бы думая о том, что ты сеешь и что взрастет на этом поле общения. Понятно, что я не призываю вас, отмалчивайтесь, занимайте нейтральную позицию, но старайтесь своим мнением делиться на площадках единомышленников, где не будет острых эскалаций ваших политических взглядов. Старайтесь это говорить в узком кругу, понимая, что могут люди травмироваться от того, что вы говорите. Поэтому еще раз про осознанность. И вот сейчас мне хочется сказать про типы реагирования нашей психики, разные типы реагирования на стресс. Мы видим с вами, что все люди в это сложное время ведутся совершенно по-разному. Кто-то, вот я уже сказала, бежит скупать бакалею, крупы, гречку. Кто-то бежит конфликтовать, скандалить, где только можно. Кто-то, вы, наверное, видели таких людей, слышали, наверное, из знакомых даже ваших, говорят, а ничего не происходит. А что происходит? Ничего страшного. И мы думаем, да в себе ли этот человек, он вообще в своем уме? Он в своем уме. Это способ его психики так прожить вот это страшное время. Он отрицает, это называется психология эмоций и отрицания, что что-то происходит. Еще один способ, вы тоже наверняка его видели, когда кто-то говорит, да я лучше работать сейчас, буду с утра до вечера. Я сейчас спортом буду заниматься, хобби свое возьму, разовью. Я вообще не хочу думать о том, что происходит. Это называется в психологии сублимация, когда человек свою тревогу, непонимание ситуации, свои страхи, он конвертирует в эту деятельность. Потом еще видим такой вот социально не совсем приемлемый способ реагирования, когда человек начинает смещать свои конфликты, свою высокую агрессивность, свою неспособность справиться с тем, что происходит на других людей. Он тиранит своих домочадцев, он затевает везде скандалы, вокруг него прям вот такой эфир враждебности, поле враждебности. Так его психика деструктивно проживает эту эмоцию. И я не могу сказать, что какие-то защитные свойства психики плохие, я не могу разделить их на хорошие, нехорошие. Они все адаптивные, они все нужны нашей психике, потому что мы очень индивидуальны, мы разные. И вот какую форму примет психика ваша защиты, вы можете отследить на том поведении, которое выражается в ваших действиях. Итак, друзья, вот это обесценивание, отрицание, сублимация, вытеснение, отыгрывание — это все способы психики прожить стресс. И еще раз, если это не вредит другим, если это не сеет вражду, конфликтность и не наносит психического ущерба другим людям, то мы не можем маркировать как плохие и хорошие способы психики. Они все призваны для того, чтобы не разрушить нашу нервную систему, не разрушить нас от таких травмирующих ситуаций, в которой мы оказались. Что мы можем сделать для того, чтобы успокоить себя, понимая, что мы заваливаемся в высокую тревожность, что мы в панических атаках, что мы совершенно дезадаптированы и не понимаем, что делать? Я сейчас расскажу о некоторых приемах из кризисной психологии, из конфликтологии такой науки, которая поможет нам справиться с нашими состояниями, когда они выходят из-под контроля и наносят нам уже ущерб, пугая нас и разрушая наше здоровье, нашу психику. Организуйте свой рабочий день, даже если вам жутко страшно и хочется лежать носом в стенке, по четкому распорядку дня. Зачем? Даже если вы никогда не писали планы на день, вы никогда не придерживались никакого там расписания и режима дня, обязательно прям с утра постарайтесь прописать, что вы будете делать поэтапно. Пусть это будут банальные дела. Полы помою, пирог испеку, в магазин схожу, с собакой погуляю, приготовлю обед, наш мозг любит очень упорядоченные, знакомые действия. Мозг, который потребляет огромное количество энергии, он не любит незнакомые дела. Ему для них, чтобы их зафиксировать в мозге, нужно проложить новые нейронные связи, для него это стресс, нужно потратить туда очень много энергии. И мозг любит, что все было предсказуемо, что все было так, как раньше. Он любит алгоритмы. Видя алгоритмичность последователей действий, даже самых банальных, поймет, ага, ничего страшного нет, угрозы никакой для меня нет, я делаю привычные свои дела. Если вы чувствуете, что вот в разговоре, при просыпании, при вдруг ни с того ни с сего, у вас резко забило сердце, вы покраснели, прям чувство какое-то распирание в голове, вам становится очень страшно. Возможно, у вас паническая атака, то есть состояние необоснованное острого страха, когда нервная система чрезмерно напряжена, что мы делаем в такое время? Значит, обязательно мы ставим ноги на пол, заземляем себя и начинаем делать следующее упражнение. Мы переносим фокус своего контроля, внимание на внешнее. Мы не прислушаемся к себе, ой, сердце кольнуло, это инфаркт, я не обесцениваю наши переживания. Я просто говорю, чтобы мы не накручивали, не катастрофизировали свои ощущения и эмоции, а знали, это паническая атака, она неприятная, но она не опасная, она пройдет. Итак, мы фиксируемся не на своих внутренних переживаниях, что болит, прислушиваясь к организму, где колет, а я, например, выискиваю быстро в окружающей меня среде, во внешней, 5 красных предметов. Передо мной 5 красных мотков провода, 2-3 красные картины, на которых что-то изображено. Дальше я считаю 5 белых предметов. Потолок, который я вижу, пол под ногами, стул. Что я делаю таким образом? Я переношу фокус внимания из моего внутреннего состояния вовне, я отвлекаюсь. Дальше мы начинаем массировать себе кончики пальцев, делаем с вами такой активный массаж, массируем мочки ушей, говоря, я спокоен, я контролирую. Это приемы такие, которые действительно помогают разогнать кровообращение и сбалансировать работы правого и левого отдела нашего мозга. Дальше, очень хороший способ прохлопать себя. Вот пусть идет эта паническая атака, вам страшно, а вы берете, как вам ни странно, и говорите, все проговариваете слух, что вы чувствуете и делаете. Я прохлопываю себя, я простукиваю себя, я контролирую, что со мной. Это бесконтактный массаж, который поможет проработать наши меридианы и успокоить наши разбушевавшиеся зоны психики, приведя их в такое соответствие. Дальше, что можно еще сделать? Очень хорошая техника, когда вы продолжаете бояться, но вы закрываете глаза и начинаете, представляя мысленно красивое место, где вам хочется быть, то ли это бабушка, которая там с пирожками вас на даче угощала, когда вы были ребенком, то ли вы на море, то ли это какая-нибудь красивая картинка из интернета, которую вы видели. Мысленно поместили ее перед глазами закрытыми и начинаем, видя эту картинку, держа ее перед мысленным взором, начинаем дышать особенным образом. Смотрите, как мы дышим. Мы вдыхаем на счет 4, задерживаем дыхание на счет 4 и выдыхаем на счет 6. Итак, 4 вдохнули, 4 задержали дыхание, 6 медленно через сомкнутые зубы выдохнули. Выглядит это вот так. Делая таких 10 повторов, сразу станет легче, потому что, во-первых, такой способ глубокого абдоминального дыхания насытит вашу кровь углекислым газом, который как спазмолитик сработает и разожмет эти спазмы, потому что в страхе, в тревоге мы очень спазмируемся. И вот эта красивая картинка позволит нам мысленно переместиться туда, где мы отдохнем с вами психически от окружающей реальности. Дальше, если вам очень страшно, обязательно сядьте поудобнее, расслабьтесь и закройте глаза. Отключитесь от внешнего мира. Вот этот вот свой фокус контроля обязательно перенесите на внутреннее состояние и проделайте следующую такую работу. Закройте глаза, сядьте поудобнее и представьте себе, что в одной руке у вас фотография, на которой нарисована страшная для вас ситуация. Вот то, что вы сейчас проживаете, страх, тревогу, липкий ужас, свои вот эти какие-то страхи, это нарисовано на фотографии, на картинке, которая серая, расплывчатая, унылая, и держите в ее левой руке. А вторая картинка, там изображено то место, где вы хотели бы оказаться, которое вас успокаивает. Красивый луг, поле, море, ваша дача, газон, все, что вас порадует. И вот смотрите, в правой руке красивая, яркая, позитивная картинка мысленно, куда вы перенесетесь. В левой руке негативная картинка, где в черно-белых, грязных, размытых тонах изображено травмирующее воздействие. И, закрыв глаза, медленно вы подняли картинку страшную, секунду на нее мысленным взором, не открывая глаза, глянули и резко опустили на левое колено. А теперь поднимаем картинку красивую, позитивную, где запечатлено то, где вы хотите оказаться, и мысленно рассматривайте ее, представляя, как будто вы там, в этом месте. Вот это лавандовый лук для меня лично. Я вижу, как колышется лаванда, я вижу, как там пасутся вдалеке лошади, я вижу, какая потрескавшаяся теплая земля, а вот тут ящерка, а вот небо голубое, а вот облака. И держа перед глазами вот эту картинку, и мысленно себя в ней представляя, чувствуя запахи, ощущения, как будто дует ветерок, как будто вы чувствуете солнышко, вы минуту находитесь мысленно на ней, фиксируетесь, опускаете ее, опять на секунду буквально, на короткое время помещаете негативную картинку перед глазами, быстренько ее убираете и долго рассматриваете мысленным взором то, что вы хотите видеть. Четыре вот таких подхода, негативная картинка, долгое созритание, позитивный, ваша тревога снизится по шкале с девяти до двух-трех. Значит, дыхательные техники, проговаривание, все, что вы слышите, прохлопывание, заземление. То есть здесь и сейчас, что я чувствую, вот очень помогает вывести себя из тревожного состояния. Я сижу в кресле, у него шершавая бивка, передо мной софиты, передо мной режиссер, камеры, а я вижу вот две какие-то интересные бусинки вот лежат там в углу студии, а вот передо мной ваза, в ней четыре цветка, белых лилия и гиацин. Проговаривая, вы отвлекаетесь от твоей тревоги, которая через 10-15 минут должна закончиться. Мозг успокоится, сбалансируется, и вы ему поможете в этом. Очень хорошо выпить стакан сладкой горячей воды, это снимет ваш спазм. Очень хорошо попеть, прочитать молитву, если вы верующий человек, про себя какой-то стишок, песенку проговорить, сделать все то, что отвлечет вас и поможет вам расслабиться, перенеся фокус внимания на внешнее. Не пугайтесь, паническая атака – это страшно, неприятно, но не опасно, не смертельно. Состояние психики, которое быстро проходит, не оставляет, к счастью, вреда для нашего телесного, соматического плана. Вот для чего и нужен психолог, когда я слышу, люди говорят, да я сам себе психолог, да я всем такие советы даю бесподобные, я сам знаю, как надо. Вон, Маше помогла, Пете помогла, Марии Ивановне помогла. Но дело в том, что ваши советы сработали только для вас, индивидуально. Поэтому психолог дает рекомендации работающих для большинства людей, ведь психические процессы наши практически не отличаются друг от друга. Навыки психологической самопомощи – это те инструменты, которые выработаны и зафиксированы в классической психологии, которые помогают нам адаптироваться, выжить в этих непростых условиях. Все пройдет. Как говорил древний царь Соломон, помните библейский царь, пройдет и это. Да, мы выйдем из этого кризисного времени изменившееся, выйдем в что-то потерявшееся, но выйдем и приобретением навыков выживания в новом мире. Нам нужно адаптироваться, жить, действовать, искать выходы и искать возможности. Вот так, друзья, такая эмоциональная у меня была сегодня передача, потому что я так же, как вы, переживаю и стараюсь вам помочь, донести те знания, которыми я сама обладаю. Надеюсь, они кому-то будут полезны. Для того, чтобы задать вопросы в студию, подписывайтесь на Элеонора Флёр, Элеонора Каноненко, вы найдете меня в соцсети. Подписывайтесь, пожалуйста, на наши каналы Сочи 24, пишите, задавайте вопросы, спрашивайте. Будем вместе разбираться, будем снижать свою тревогу, понимая, как работает наша психика и зачем мы делаем вещи, которые кажутся нам алогичными и абсурдными. Берегите себя, друзья. С вами была Элеонора. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok